доброе утро дорогие друзья сегодняшний у нас такой обзор небольшой про гортензии от компании провин винерс не так много остается уже сортов но все сорта действительно выдающийся можно так сказать интересное и самое главное что самые неприхотливые по сравнению к примеру серии гортензии было рогатца мы увидим бланчета лимета которая в нашей зоне как-то себя ведут не особо хорошо но при этом принципе зимует неплохо но есть свои особенности адаптация именно к нашим погодным условиям погода может сказать реалиям вот нет тут сортов конечно некоторых которые я тоже люблю это потрясающая гортензия лайм реки вот потрясающая гортензия тоже из серии гортензии провели норс который здесь не присутствует это quick fire fab это fire light вот обожаю два этих сорта но я сейчас хочу поговорить именно кстати забыл про еще один сорт который я просто безумно люблю это конечно же потрясающая новинка это little lime punch пунш как и называет то есть красное вино пунш но это надо посмотреть это сделаем обязательно отдельный обзор про этот сорт потому что я себе его приобрел в этом сезоне целых четыре штуки и мы будем ее сажать у нас и обязательно сниму ролика и приложу фотографии чтобы визуально посмотрели что такое little lime пунш потому что это потрясающий сорт гортензии который как и quick fire fab меня впечатлил но мне впечатлил еще один сорт это fire light тени бит вот он и моя любимая конечно желаем light prime так ну давайте посмотрим сейчас то что сейчас у нас есть в наличии то что можно заказать то что можно купить в сезоне еще 2024 года при том что отправки мы делаем через транспортную компанию сдек либо почта россии для этого у нас есть потрясающие упаковочные материалы это пятислойные толстые прочные картон картоновые коробки также двухслойный гофрокартон которым мы оборачиваем наши кусты вот поэтому ничего не пострадает при длительной даже отправки вот примеру вот это вот красавица который я вот если честно в этом сезоне просто влюбился когда увидев ее визуально листву вы знаете я очень люблю конечно листья рассматривать всегда не знаю почему но помимо самих цветов я люблю палитру листвы то есть примеру этому самарской видео фрай смели был даймонд руша когда окрашивается листья у металли кубан фаер уже вот допустим в этом сезоне да ну как окрашивается листья у гортензий провинерс я конечно если честно в шоке от ее контраста она просто потрясающе завораживает взгляд завораживает глаз и но что-то невероятное потому что такие сорта как полистар или инфинити то есть примеру вот он их сорт инфинити стоит у нас кашпор такой красивый сорт сейчас были морозы поэтому она не так успела может быть окраситься обязательно потом снимем обзор покажу поближе сорт алекса шумейкера вот но вообще я думал что инфинити полистар самый красивый листья именно у них но оказывается ничего подобного есть и листья не хуже и мега минди конечно же потрясающий вимс ред вот но листья у этого сорта сорт кстати называется little quick fire little quick fire сорт метельчатой гортензии от компания провин винерс вот давайте посмотрим есть fire light многие может быть знает сорт fire light fire light она имеет крупные очень цветки fire light напоминает конечно у нее более уплотненная конечно сами соцветия хотя очень сильно напоминает quick fire именно little вот только там более как бы вам сказать более плотные соцветия смотрится за счет крупного цветка и многие даже сравнивать гортензии bonfire так но вот здесь вот как бы габариты и и под план паспорт габариты и и пишется 100 сантиметров ширина 125 сантиметров высота цветение и очень ранее то есть 6 месяц видите 6 то есть с июня по сути если с июня то я считаю что это одна из самых ранее цветущей гортензии к примеру quick fire of up она тоже является одной из самых ранее цветущей гортензии и как говорят что на 2-3 недели нас цветет раньше чем многие сорта вот ну есть конечно же более ранее сорт примеру полистар который зацветает в конце мая начала июня даже вот но опять же его габарита она невысокая поэтому она все-таки раннего цветения вот quick fire именно quick fire little quick fire и постоянно путаю вот эти названия little quick fire fire тени бит и вот вот все эти названия не придумают конечно запутывают людей при том что очень часто название вот примеру вот лаймлайт прайм просто название лаймлайт прайм да то есть он так и идет там лета лайн примеру там лети не бит вот ну пути не бит почему-то название на многих европейских американских сайтах немножко другое название то есть там но немножко меняется я в описании обязательно покажу вот вот как бы так вот почему так называют ну наверное для европейского рынка для американского рынка поэтому очень часто название бывают разные примеру для американского рынка гортензии ванилла фрайс она называется страубери ванила или к примеру гортензии всеми известная magical кельбанжара в америке она идет под названием magical maverick а многие думают что это какой-то новый сорт а это magical кельбанжаро у провинерс видите есть особенность как бы все идут вот в таких вот оригинальных контейнерах вот в основном материал поставляется из германии здесь можно посмотреть голубой ангел джерманом джерманом эко лэбл вот стопроцентный стопроцентный переработанный пластик все века и как обидеть у нас это очень модно использовать это как вот появился iphone 16 внутри проводочек сложный и даже наклеечки не положили вот ну это так разговор о новом вот но у нас разговор сегодня про гортензии посмотрите какое количество слепых почек есть у этого куста то есть вот обратите внимание вот они вот это вот точечки вкрапления это слепые почки вот многие часто спрашивают а где она слепая почка где ее взять я говорю да вот она она сквозь ствола всквозь побега она находится вот их очень много поэтому когда вы обрезаете высокая обрезка видите здесь вот вот это нужно пенек конечно потом убирать аккуратно чтобы он потом зарастал здесь ведь обратите внимание вот был повреждение коры и она видите затянулась то есть кора полностью затянулась и она вот как бы готова дальше устанавливаться вот здесь вот видите огромное количество вот этих слепых спящих почек поэтому когда вы обрезаете даже вот так вот на старую древесину вы получаете огромное количество новых побегов вот поэтому очень часто получает европы вот такой каркас саженца то есть каркас то здесь сильные мощные конечно вот но сверху вот визуально видите огромное количество тонких вот этих слабых веток я бы не стал формировать именно куст вот на таком формате я поставил максимум на старой древесине хоть и здесь вот и за рост ты уже есть то есть обрезал бы вот именно вот по старую древесину то есть вот вот они побеги от veterans этого года побеги прошлого года и вот я спустился бы на два года они ниже и вот сделал бы обрезку здесь то есть вот здесь вот здесь вот все тонкие ветки убрал бы здесь вот эту центральную ветку вообще надо убрать ее полностью можно вот вот так и обрезать вот здесь вот в принципе я покажу сейчас я найду а вот здесь вот смотрите вы обрезаете практически в ноль то есть вот спускаемся ниже вот здесь обрезаем здесь очень много слепых почек они пойдут потом уже расти уже каркасом в сторону то есть нам главное чтобы формирование куста было веерообразно то есть вот допустим действия внутренняя часть вот это она ненужная то есть вот эти вот внутренние ветки они все должны убираться и уже вы каркас формируете по кругу то есть ответе вот он круговые побеги и то есть основной каркас который будет формироваться у гортензии на будущий год и поверьте при такой даже короткой обрезке вы получите потрясающие качество посадочного материала теперь давайте передвинемся сюда рядышком это у нас гортензии лаймлайт прайм как говорит тим вуд владелец компании про минерс что именно лаймлайт прайм является не продолжением сорта лаймлайт не продолжением а абсолютно переработанным новым сортом то есть она взяла все самые лучшие качества у гортензии лаймлайт стала более компактная то есть если лаймлайт достигает высоту там до трех метров то лаймлайт прайм высотой по моему что-то в районе двух метров даже ниже то есть вот вот высота ну пишут они 120 ширина 140 высота но 140 конечно я думаю вряд ли я думаю что скорее всего здесь высота у лаймлайт прайма будет но где-то в районе метр шестьдесят метров метр восемьдесят наверно как бы так цветет она получается видите есть интересная особенность не шестой седьмой месяц то есть июля ну и до самых морозов окрашивается она в такой знаете арбузно-красный оттенок арбузно-красный так назову то есть очень интересные на фоне зеленого нефрита то есть может быть даже какого-то такого даже знаете прям супер лайма который такой знаете яркий выраженный лайм то есть и все это окрашивается в красный арбузный оттенок даже с лососевой ноткой какой-то наверное вот чем-то напоминает немножко оттенок quickfire faba вот это лаймлайт прайм так что у нас описывается внутри но установка чаще всего это на английском языке на немецком языке видите даже здесь английский немецкий язык всегда идет так как все-таки для немецкого рынка лаймлайт прайм вот она лаймлайт прайм посмотрите какой нежно-розовый цвет изначально она выдает и потом у нее цветы становятся в таком красно-арбузном оттенке цветет она с июля до самых морозов что сказать про вообще как бы про вот эту ситуацию которая сейчас творится в мире в плане того что именно санкционных особенностей для российского рынка то что тяжело привести очень посадочный материал сейчас становится из европы и по тяжело не из того что тяжело а из того что дорого просто и цены ну за доставку уходит в разы дороже чем стоит посадочный материал поэтому и цены складываются всегда очень недешево поверьте хочется всегда посадить качественно посадочный материала и понимаешь что ты хочешь посадить то что ты видишь визуально в рекламе так далее и хочешь получить именно это поэтому часто прибегаешь к тому что хочется купить настоящий падает ветер посадочного 3 и в этом случае конечно когда мы покупаем контейнеры оригинальные с паспортами план паспорт вот тогда мы понимаем что мы покупаем не на то что мы хотим и часто покупаю какой-нибудь по девяточку в размере по 9 да там контейнере вот мы не знаем что мы там видим увидим то есть в этом случае есть особенность такого посадочного материала главное доверие тому магазину где вы берете то есть если вы там брали вы знаете что вас не обманут по девятке то конечно может смело брать вот а так конечно рекомендую брать в оригинальных контейнерах то же самое здесь смотрите видите каркас очень пушистой много-много-много веток вот она limelight prime красивая вот и здесь мы тоже самое я думаю будем вырезать полностью до скелета при том что здесь я буду спускаться намного ниже скорее всего вот здесь то есть на дорогу то есть смотрите здесь пучок просто ветку там пучок веток зачем нужен то есть мы режем его здесь здесь каркас можно чуть подняться ну здесь вот эти тонкие убрать оставив всего от 1 2 3 сзади там 4 вот это внутренние убрать но это выражен вниз поэтому от нее тоже пойдут то есть на 5 основных будет веток от нее будет шикарный мощный скелет лайм лайт прайм как бы так так идем дальше так здесь у нас little line если кто не знает ли то лаем это мини версия гортензия лайм лайта вот little engine правильно называется но есть вот допустим сорт little line пунш ну панч пунш как-то там называют она конечно имеет очень яркие выраженные оттенки особенно в красном цвете то есть вы увидите там цвета самарской леди даже можете проявить там очень богатые красные оттенки little line это конечно не такой нежно-розово-красный оттенок немножко на желтом фоне за счет зелен зеленоватого цветка вот здесь это можно увидеть и вы знаете это зрелище незабываемо красиво смотрится визуально очень круто поверьте что лита лайм высотой 100 сантиметров 90 сантиметров ширина это мини версия ванилла фрайс каркас здесь очень мощный вырезаем все все вот оставляем режем все на старую древесину вы не смотрите то что у европейцев такие мощные растения много веток вот этих тонких слабых все это нужно активно вырезать не бояться то есть убираем все оставляем вот такие вот мощные толстые скелеты это для того чтобы нам сформировать хороший каркас уже на будущие года и поверьте куст будет на следующий год просто выдающийся красивый просто выдающийся следующем сорту firelight тени бит сорт новинка часто вы уже не увидите его вообще в продаже вот но поверьте что тени бит заслуживает высокой награды потому что это супер компактный сорт восемь сантиметров высотой 80 сантиметров в диаметре цветет значит получается 7 месяц по 10 ну то есть она до самого позднего цветения потрясающая гортензия по поводу зимостойкость от ноги может быть будут складывать зимостойкость здесь пишут тут они минус 25 вот видите минус 25 не обращайте на это внимание потому что минус 25 для метельчатой гортензии это нормальное явление когда описывают голландцы голландцы французы и так далее где-то редкий случай где напишут минус 27 минус 30 минус 40 это только полярный медведь пишется и все вот поэтому зимует они все прекрасно даже не сомневайтесь вот метельчатой гортензии зимует в условиях даже севера там сибири вот поэтому что можно смело смело сажать вот сам по себе тени бит смотрите очень красивые крупные цветы сами соцветия формируются очень плотная вот посмотрите насколько уникальный богатый богатый своими цветками цветок соцветия и как он формирует их сейчас конечно после морозов тяжело сейчас уже разглядеть ну вот можем посмотреть где морозом просто не прибило посмотрите какая красота невероятная вот я не знаю я настолько влюбился в этот сорт если честно тени бит поэтому firefap не вот прям нравится little lime punch и и тени бит это конечно но и файлайт понятное дело вот вся серия она интересная конечно но тени бит это что-то с чем-то вы посмотрите какой лист смотрите вы когда-нибудь видели такие вот листья настолько выраженные ярко выраженные коралловые вот эти черешки просто ярко выраженные примут вишневые побег а лист он прям знаете осенью это какой-то японский клён мне в руках просто настолько красивые то есть он яркий вот когда вы знаете когда вы посадите в себя на участке вы будете смотреть не только на цветы но и на осеннюю окраску листу и то есть вот она firelight тени бит для примера и для примера вот потрясающая красавица little quickfire какой шикарный у нее тоже богатый лист и посмотрите насколько он окрашивается невероятно красиво зачем иметь клеона если можно сажать гортензии из гортензии делать потрясающе просто палитру только из одной листвы я уж не говорю про цветы то есть получается у нас сорт little quickfire limelight prime да моим лайт prime так улитал лайн джайн литал энджайн firelight тени бит вот она файр лати не бит и следующие древовидные гортензии которые я хочу сейчас показать потому что они мои любимицы первые гортензии это конечно же свит анабель либо как про него говорят сладкая анабель невероятно гигантские просто цветы в диаметре достигает до 40 сантиметров словно баскетбольные мячи вот кому и к ней не хватает посадить это наверно только одну гортензию это стронг анабель потому что у нее такие же огромные цветы только чисто белого цвета высота 140 ширина 120 цветет с июня ну по сути до октября здесь зимостойка свете пишется минус 30 вот прилегатива самой компании потому что они еще утверждают что как бы древовидной гортензии она является самой зимостойкой вот можно посмотреть видите какой каркас вот они почки сформированные уже на сезон следующего года то есть можно обратить внимание вот этот побег который вырос в этом году вот то что были ветки старые старые вот эти все надо будет повырезать весной так ну что давайте дальше подойдем гортензия пинк анабель 2 вот сайте пинк анабель 2 не пишется что она пинк анабель 2 она пишется просто пинк анабель big flowers то есть улучшенная анабель но здесь уже пиши описывается так то есть unique pink color strong breaches то есть она прочная стоящая гортензия не разваливается и пинк анабель 2 пишется вот здесь вот поэтому очень часто когда мне просят где андрей пинк анабель 2 вот именно вот здесь вот это описывается вот она arborescence hydrange arborescence nc а2 вот тут то есть и есть пинк анабель 2 название вот так бы так чтобы вы понимали что пинк анабель обычная она не держит форму она разваливается она просто бледная страшная как поганка ну не буду ее конечно обижать как так сказать но это первое розовый гортензий который появился в свое время пинк анабель обычная давала фору наверное всем древовидным гортензиям потому что она это уникальный вид когда она только появилась вот пинк анабель 2 на конечно устойчивая яркая насыщенная не разваливается то есть 120 ширина 150 высота цветется июнь по октябрь зимостойкость минус 30 вот он паспорт и пинк анабель 2 конечно этот сорт чем мне очень нравится у нее диаметр цветка до 30 сантиметров невероятно крупный тоже можно посмотреть сам каркас вот они почки вот они почки вот так вот они формируются в зиму вот они почки сформированы зиму вот эти старые надо будет конечно все что сухой по вырезать вот витя перейти от на эти коричневые на молодым вот эти ветки корневая система них мощная знаете в чем плюс древоидной гортензии этого мне металлическая гортензия которая принципе от корня восстанавливается но так не может восстановиться потому что у нее есть центральный ствол древа видно это как у крупнолистной гортензия у нее многостволе но как бы сказать корень который даже можно разделить на части вот как крупнолистом гортензия песо на наращивает вот эти нижние ветки, и она наращивает куст за счет этого. Поэтому древовидная гортензия, это то растение, которое даже можно просто поделить кусками, можно так сказать. Как вот, знаете, пион, как флокс. Ну, для примера просто. И рядом у нас стоит еще одна гортензия, которая, конечно, тоже безумно крутая. Это гортензия под названием рубианабель. Это самая красноцветковая гортензия, считается, в мире из древовидных. Аналогов, наверное, ей нету. Все вот эти всякие, блин, их так много. Я даже назвать не хочу. Да даже кандибелли сорбет не сравнится с ней, потому что нет красного цвета. Рубианабель, она самая яркая, самая красная. У нее темно-зеленый бархатный лист. Невероятно красивая, компактная по размеру. Богатейшая в цвете, красном. То есть, когда она раскрывается, это что-то с чем-то. Это невероятное зрелище, конечно. Вот. Значит, высота ее пишется здесь 90 ширина, 120 высота. Но это неправда. Она высотой где-то в районе метра, рубианабель. Вот здесь, знаете, рубианабель так тяжело, если смотреть ее сейчас, как бы многим визуально посмотрите, видите, как будто все умерло. А ничего подобного. Вот она. Веточка. И вот они, почечки. Вот они, посмотрите. Вот они. Это и есть почки, которые сформировались уже на сезон следующего года. То же самое здесь. Вот. Поэтому чем хорошо покупать вот сейчас осенью, потому что вы уже видите визуальность куста и сажаете потрясающий, шикарный куст. Часто спрашивают, когда лучше древовидной гортензии обрезать. Вы знаете, я советую обрезать древовидной гортензии, конечно, осенью. Но это, в принципе, советуют европейцы делать осеннюю обрезку. А весной уже сформировать как нужно. То есть вырезать уже то, что погибло. Вот. Как бы так. Метельчатая гортензия мы, конечно, стараемся обрезать осенью только цветы. А весной делаем уже формировку. Ну и нормировку в течение сезона. Вот как бы так. Вот такой вот большой, можно сказать, обзор вам на гортензии Pro Win Winners. Может быть, немного было-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Как говорится, было-блотология. Прохладненько сегодня. Но зато, я думаю, может быть, кто-то подчеркнул для себя интересный сорт. Возможно, кто-то в себе захочет что-то приобрести. Поэтому вы сможете смело у нас его заказать. Любой сорт древовидный. Ну и, конечно же, метельчатый гортензий, который вы увидели сейчас на видео. Ну, мы с вами, как всегда, не прощаемся. До скорой встречи. Вот. Тут еще и котовникчик зацветает под зиму. Видите? Вот они, цветочки котовника. Нас еще радуют. Так что мы не прощаемся. До скорой встречи. Обязательно увидимся в скором видео. Потому что сегодня мы планируем посадить гортензию в открытый грунт. Снять видео грамотное, как будем сажать. Как обрезать гортензию, сформировать их осенью. Как обрезать весной. Видео будет большое, мощное, сильное, жирное. Поэтому смотрите. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Розовое Дерево. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Ну и, конечно же, колокольчик поставьте, чтобы не пропустить видео наше от YouTube канала Розовое Дерево. Вот. С вами был Андрей Малышев. Пока-пока-пока. До новых встреч. Ну, как всегда, не прощаюсь. До новых встреч.